Здравствуйте, меня зовут Алексей Резонсов, я руководитель C2B Consulting Group. Мы консалтсинговой компанией, занимаемся тем, что строим систему продаж в малом и среднем бизнесе. Мы строим работу с персоналом, с процессами и многим другим. И у нас есть работа по серайму, отдельное направление в нашей компании. И сегодня моя тема это как работать с саботажем сотрудников при внедрении серайма. Сейчас я расскажу в двух словах про себя и мне очень интересен ваш опыт. Я автор 9 книг, в том числе одной из них по серайм-системе, как на серайм-системе за 50 дней. Я вот привез их с собой 7-8 штук и подарю вам их сегодня, не знаю, банально, но за вопросы, поэтому будьте активными. Далее, у нас более 180 реализованных консалтсинговых проектов консультаций. С результатами от 20 до 450 процентов роста объема продаж у клиентов. Мы авторы, мы эксперты журнала, генеральный директор, коммерческий директор. И у нас есть чуть более сотни отзывов. Это про наше консалтское направление. И теперь вот если вернуться к теме, при чем здесь саботаж сотрудников, мне интересно вас уточнить, кто из вас уже внедрял серайм. Поднимите руки, мне у вас плохо. О, здорово, половина точно. Хорошо. А кто из вас сталкивался с саботажем? Или нет, давайте наоборот, кто не сталкивался с саботажем? А, раз, два, три, четыре. Четыре, да? Здорово. У нас были примеры работы с руководителем, когда саботажа не было. Приходил директор, достаточно авторитарный, говорил, там, со следующей недели мы работаем в мегаплане. Это, извиняюсь, ну, правда, за то. Вот. И все начинаем работать. Вот. Как за неделю все четенько работают? Ну, не знаю, хорошая зарплата, мотивация и такой вот стиль управления. Хорошо. Я чуть-чуть рассказал про себя. Мне важно понимать, кто вы. Да, то есть поднимите, пожалуйста, руки. Те, кто руководитель компании, с учредителем, директор, коммерческий директор. Ага, все, все, здорово. Есть. Так, кто менеджер по продажам, кто продает сам? Вот. Менеджер по продажам, какое это себя дело? О, намного меньше. Понятно. Хорошо, а дальше. Кто партнер Bitrix24, ой, 1S-Bitrix? Можно дышать? Вот, понятно. Мне просто важно сделать для вас что-то тоже интересное. Потому что, ну, саботаж это в нашей работе есть тоже. Хорошо. Так, чуть более понятно стало. Про опыт внедрения, опыт работы в консалтсинговых проектах, внедрения CRM. Все началось с того, что большинство проектов, которые мы ведем, они длятся там от трех месяцев до года. Да, то есть это плановая, системная работа над внедрением каких-то инструментов в бизнесе. То есть мы не обучаем, бла-бла-бла, да, а мы внедряем непосредственно в бизнесе. Вот. И саботаж это то, что мы видим каждый день. Потому что, исходя из опыта, у нас есть менеджеры по продажам, которые не здороваются с консультантами в рабочей группе из нашей компании после первого месяца работы, потому что мы внедряем какие-то элементы контроля. Там за руку не здороваются, это забавно выглядит, на самом деле, ну, есть такое. То есть саботаж есть всегда, но с ним нужно уметь работать. Более того, есть, не знаю, книги научной работы уже на эту тему, да, то есть по работе при внедрении изменений. Да, то есть мне важно вам выдать сегодня таких, я собрал пять практических инструментов, которые у нас работают, и я думаю, что большую часть вопросов с саботажем у вас снимут. Итого, есть статистика о том, что около 70%, сейчас я где-то уже видел, даже про 80% внедрений CRM-систем заканчиваются неудачей. То есть от них отказываются на промежутке 2-6 месяцев. То есть пробуют, внедряют, 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 потом отказываются от решения. Поэтому мы часто сталкиваемся с клиентами, у которых есть купленные решения, в том числе, там, Битрикса и других компаний в виде CRM, и их не используют. Вот из партнеров, поднимите руки тех, кто приходил в компанию клиентов, и они говорят, да, у нас есть CRM вон там на том сервере в углу пылиться, да, или купленный платный тариф. А? Смотрите, да, то есть много, это люди потратили деньги, время, там, начитались чего-то в интернете, купили, поработали, возможно, с кем-то, и результата нет. Ну, или отказались, почем. Кто-то не дожал, кто-то, то есть не продукт именно вам далеко. То есть я вот здесь как раз больше саппытажа. Не в обиду будет сказано, но большинство этих компаний настраивают CRM и сваливают. И это нормально. Именно потому, что компетенция есть в том, чтобы настроить. Мы настроили, а далее подписали там ТЗ и ушли. А нам клиенты говорят, как раз дело в том, что, ну вот, система есть, она под компанию готова, но компания к внедрению совсем не готова. Вот. Сейчас появляются уже сотрудники в компании, с которой мы работаем, когда мы говорим, ребята, кто из вас работал с B324 и есть в нескольких рук, порой там 30%. Они работали в других компаниях. Кто сталкивался из партнеров, когда вы приходите, кто-то из сотрудников уже работал в B324? Ага. Можно выше вас? Немного? Мне плохо видно. Ага. Есть. То есть, здоров уже легче, потому что они понимают как минимум то, что это работает и видят ценность. Так вот, для клиента цена не настройка, а конечный результат, то есть успешное внедрение. Это к тому, что, во-первых, для тех, кто внедряет CRM себе сейчас или планирует в ближайшее время, то, что не отпускаете вы ребят, которые вот с вами работают, до тех пор, пока у вас их не заработает. То есть, прям, просто, как бы, пока не привыкли так работать. То, что касается партнеров, я понимаю то, что, когда техническая настройка реализована, она сводится с ТЗ один в один. Да, хочется сказать, ребята, мы работу сделали, она работает, там, успехов, бой. И вот чаще всего, если у них в компании не работает руководитель отдела продаж, а коммерческого директора, который уже внедрял CRM-систему, или который будет вот, ну, таким локомотивом, то результат не будет. Они попользуются неделю, две, три, и начнут заполнять меньше и меньше, и потом опять перейдут на свои блокноты и записанные книжки. Вот. Хорошо. То есть, это вот несколько моментов, которые важны, и что с ними делать. Дальше. Пять шагов, которые поможут вам снизить, помогут снизить саботаж процентов на 80 точно. Причем, это не теория из книжек. Это то, что мы выстрадали, выплакали, на что нам указывали клиенты, то, что вот этого не хватало, пожалуйста, да, потому что нам стыдно, но мы берем обратную связь и говорим, что было хорошо, что было плохо. И они, подлецы, говорят все как есть, на самом деле. Вот. Поэтому это вот из практики, чем поделиться, и то, что вы сможете внедрить завтра. Коллеги, кто занимается внедрением, внедрить в свои проекты, в методологию, компании, кто внедряет CRM, оптимизирует CRM, там, или сейчас в процессе, сделать этот процесс гладким, более эффективным, более плавным. Потому что, еще раз вернусь еще к саботажу, то, что намного сложнее внедрять систему, когда вы уже пробовали внедрить, и внедрение было, не дало результата, то есть оно было неэффективным. То есть второй раз, с теми же сотрудниками, это, там, два с половиной, три раза сложнее. Кто из партнеров не даст мне соврать? Раз, два, все, серьезно, что ли? Ты никто не внедрял после того, как пробовали второй раз, и это в два человека, серьезно думаешь, что это стременно? Да, ну, ладно. Мне лично сложнее в три раза, если не в четыре, да. Итого, пять шагов. Первое. Продать идею. То есть, вот как ни странно, да, то есть продать идею сотрудникам, большинство из менеджеров по продажам, там, в компаниях, если мы про CRM, с которыми вы работаете или у себя, они у вас не работали с CRM, они не понимают, зачем это нужно. Для них это бюрократический инструмент, чтобы вы их контролировали. Есть ребят, кто продает, поднимите руки, кто считает так, что CRM нужно для того, чтобы контролировать, и все это для учредителей в основном. Нет? Нет таких? Все прокачаны. Здорово. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Итого. Продать идею. Как мы это делаем? То есть, как мы это делаем, это расскажу позже. У меня отдельный слайд. Следующее. Вовлекать и привлекать. То есть, я уверен, что 97% проектов, которые ведутся сейчас, делаются так. Собирается рабочая группа из компании интегратора, кто занимается внедрением, если таково есть, директор генеральный коммерческий и, может быть, руководитель отдела продаж, они вместе думают, как же нам внедрить CRM. Внедряют, работают, встречаются, порой несколько месяцев, настраивают, приносят в отделку, говорят, пожалуйста, пользуйтесь. Для сотрудников, которые эту систему первый раз назад видят, у них вот этих нескольких месяцев разработки в голове нет. Не очень понимаю, зачем. То есть, поэтому очень важно обвлекать и привлекать непосредственно сотрудников, которые будут работать с этой системой. Извиняюсь, у меня тут кашель достаточно сейчас чуть-чуть попиводички. Это у меня начинает першигурля. Итак. Вовлекать и привлекать. То есть, те люди, которые будут непосредственно пользователем системы, должны активное участие принимать в разработке его. Для кого это очевидно? Класс. А теперь давайте, кто это делал? Честно, честно. Кто делал внедрение, привлекал сотрудников? Посмотрите. Вот вас тут пять к одному. Итого. Вовлекать и привлекать. То есть, не всех. То есть, если вы, я не знаю, у вас отдел продажа 10 человек, как вы всем посадите в переговорку, будете заниматься внедрением. Нет. Как? Я расскажу чуть позже. Следующее. Мотивировать. Мотивировать как в плюс, так и в минус. То есть, у сотрудников, которые будут принимать активное участие в разработке, внедрению, настройке, должны быть замотивированы дополнительно каким-то образом. У кого была какая-то мотивация положительная, отрицательная, внедрена? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Шесть, ну, неплохо. Уже хорошо. Следующее. Контролировать. Наверное, один из важнейших пунктов, почему внедрение разваливается. Потому что компания, которая внедряла, уходит. Или руководитель отдела продаж, который внедрял в систему. Все. Ничего не работает. Ну, точнее, неделю работает хорошо, вторую неделю работает чуть похуже, третью в два раза хуже, четвертую. На 70% хуже, на втором месте отказывается. Все. Важно, чтобы у вас был плановый, системный контроль по конкретным пунктам и человек, который за него отвечает. Чтобы все понимали, что это не поиграть. Это система, в которой компания будет работать никак по-другому. И постпроектная поддержка. Это больше касается партнеров и компаний. Если вы работаете с... Внедряете CRM, вы работаете с компанией, которая вам внедряет ее. Да, то есть выпрашиваете постпроектное сопровождение какое-то. То есть, смысл в том, что вопросы возникают, и вопросы возникают еще чаще не технического характера. То есть, особенно в первое время. После того, как вы настроили, все более-менее будет работать. Но вопросы будут не технического характера. Кто-то не заполняет, что делать с теми, кто там саботирует. Как работать и формировать вот этот вот такой пул людей, которые понимают, зачем системы и с помощью них внедрять. То есть, такая поддержка очень нужна. Итого. Первое. Продать идею нужно до старта проекта. Не когда у вас уже все понеслось. А до старта. Это важно. Вовлекать и привыкать нужно на старте. То есть, прямо с самого начала. То есть, мы проводим планерки в компании. У клиентов. С того момента, как они сказали, да, мы работаем, подписываем договор. Следующая встреча включает уже, как минимум, руководец отдела продаж и пара менеджеров. Мы говорим, ребята, мы тут решили с руководством, что нужно внедрить, что думаете. Кто-то говорит, а зачем? А это зачем? Для того, чтобы нас контролировать. И мы говорим, давайте пообщаемся, зачем? Вот. Узнаем, что сотрудники думают про систему, что они знают про сервер, какой есть опыт. И делимся своими наработками. Так. Первое. Теперь по всем этим пунктам. Только быстро. Первое. Продать идею. Что нужно сделать, чтобы продать идею? Базовые вещи, да. То есть, я вот не ухожу в глубину, то, что можно сделать. Первое. Провести планерку. Это вот совсем просто. Это не сделать нельзя. Вот, как я говорил, на старте внедрение, ну, вот первое внедрение, провести планерку, а потом, зачем сервер. То, что это не только инструмент контроля. Чтобы... То есть, хороший результат. Продать идеи, они сами захотели. Все захотели себе сервер. Все. Все понимают, что денег станет больше у меня, денег станет больше у компании. Мне будет легче работать. Вот. И так далее. То есть, планерка – это короткое мероприятие, там, на час-полтора. Еще чуть глубже. Провести тренинг перед внедрением. Для этого не нужно нанимать бизнес-тренера. Для этого нужно понимать задачи внедрения сервера в компании. Если у вас, вот, вот, один человек есть, кто понимает задачи, вы сможете их выписать и привести тренинг, зачем нужно сервера. То есть, мы на всех встречах, на первичных встречах с руководителями компаний всегда спрашиваем. Покажите, где прописаны задачи, зачем вам сервера. Угадайте, в каких случаях они есть. Ну, в смысле, там, в 30% случаев, в 70% случаев, в 80% случаев, вот, как вы думаете? В 10% еще варианты? 0. 0. Не, ну, 0, не совсем. 20%. Пессимистично как-то, чтобы 10-20. Ну, на самом деле, так и есть, да, то есть, 10% – это хорошо еще есть. Они говорят, ну, они у нас в голове. Я говорю, ну, сегодня отличное время и место, чтобы заняться тем, чтобы выписать их на бумагу. Да? Вот. И после того, как вы их понимаете, ну, то есть, руководство понимает, руководитель отдела понимает, мы проводим тренинг, в рамках которого рассказываем то, что есть РМ-системы, вот такие-то программки. Для чего они нужны? Для чего они не нужны конкретно в этой компании? С этой моделью продажи, с этим циклом сделки. Вот. И приводим пример на конкретной работе, в процессе работы именно этой компании. И мы даем домашнее задание. То есть, мы вот это, ближе уже к теме правоувлечений, мы даем домашнее задание в плане того, что что-то почитать, изучить, ну, по подготовленному материалу. Или разработать какие-то документы. Ну, прописать, там, для тех, кто внедрял СРМ, и для всех партнеров точно будет ясно, например, прописать этапы продаж, как они их видят. То есть, методологию не дать. Вот, допустим, они пропишут, как они их видят. А потом мы их соберем вместе, как нужно. Но это уже, там, второй из них три. Да? То есть, это обучение совместно с внедрением. Кто делал что-нибудь похожее? Раз. Два. Я вас вижу там, да? Три. Три. Здорово. Приятно. Следующее. Про увлекатель-привлекатель. Вот, это классика жанра, да? Вы сказали, ребята, мы будем внедрять СРМ. Этакая программа, она нужна. Нам точно вам, наверное. Вы работаете, а мы пошли внедрять. И все. Вот. Потом проходит, там, не знаю, две, три, четыре, шесть, десять недель. Готовое решение его выкатывают. Ну, это как ответ, когда вот задачу сложную решали, не знаю, уравнение с кучей переменных. И вот им говорят, вот ответ. А как решалось, непонятно. Важно, чтобы это решение делали вместе. Итого, из зелененьких курочков. Создать рабочую группу и включить сотрудников. То есть, любое внедрение начинается с того, что создается рабочая группа. У нее есть руководитель. Да, это один человек. И в эту рабочую группу должны входить обязательно сотрудники, которые будут непосредственно работать. Да, то есть, менеджер-продажа, который ежедневную свою деятельность был управлять там. Так. И спрашивать мнение, и разрабатывать определенный инструмент чужими руками. Вот, как я вам говорил, например, когда вы даете задание, там прописать этапы. Прописать воронку продаж. Как ее видят, криво-косов, пожалуйста, пусть они сделают это сами. С этим уже не можно работать. Потому что нам, да, то есть, это вот наши шишки, играбели, на которых мы наступали вот так. Когда мы приходим, говорим, ребята, у нас в вашей сфере только было шесть компаний, с которыми мы работали. Да. То есть, не говоря уже, в принципе, кто эту модель продаж. Да, то есть, вот ваша воронка, вот так нужно правильно работать. Да, не работает. Но это легче, вот точно. 15 минут уходит объяснить, как она должна работать, и запрограммировать ее в CRM. Только на следующий день ей пользоваться не будет никто. Поэтому мы порой с руководством разрабатываем, потом берем этот лист за спину, говорим, ребята, нам нужно совместно разработать воронку. Да, давайте подумаем, какая она у вас. Мы ее уже знаем. Да, ну вот мы не скажем. И нам важно, чтобы их руками, их головой, причем, когда ты это менеджер, когда ты это руководитель отдела, когда ты это коммерческие директора. То есть, некоторые, да, есть коммерческие директора, которые не понимают воронку продаж или этап продаж в этом бизнесе. Вот. И тестировать гипотезы. То есть, когда у нас есть какие-то идеи, да, в плане, как в этом комплектном бизнесе, с этой моделью продаж, с этим циклом сделки будут работать некоторые, там, не знаю, вещи, в плане, например, коммуникации с клиентской базы. Мы говорим, ребята, у нас есть идея, но не факт, что у вас будет работать. Что думаете? Я не чувствую, что их слушают. Вот. Что их мнение важно. И если они говорят, нет, мы не внедряем. Вот. Ну, как правило, получается. Так, с этим все понятно. Простой пункт. Один из элементов. Важно, чтобы в компании была ответственность за внедрение. Один. Чаще всего партнеры, коллеги знают то, что есть ответственный в компании, в компании подрядчиков, кто внедряет СРМ. Вот ответственность на стороне клиента, кто-то отвечает, из кого спрашивает, как правило, нет. А это очень плохо. Вот. Потому что мы же не можем 24 на 7 проводить там. В компании клиента в одной. Контролируешь, чтобы все все делали. Вот. Поэтому у нас есть человек, который мы пинаем. И он у нас, который он на спина. Ну, то есть это важно. И вот важно, чтобы он организовал еженедельные планерки по развитию СРМ. Даже когда вы позакончите проект. То есть смысл в том, чтобы проект будет закончен, доведен до результата. Сдан. Есть результаты. Все пользуются. Все пользуются больше, чем 3 месяца. Результат готов. Все. Все. Больше некуда развиваться. По-моему, если следить за, не знаю, за инструментами, которые появляются в V324 новыми, то вам хватит вполне еженедельных планерок за головой. Ну, то есть для того, чтобы тестировать что-то новое, пробовать, смотреть, подходят ли под вашу компанию, изучать коммуникацию с клиентами, смотреть, как конкуренты себя ведут, что-то у нее про директивное. То есть важно, чтобы у вас было как бы, не знаю, а есть производственная компания. Здорово. Вот есть японское такое бережливое производство, Кайтин. Вот у них прям зашито в методику постоянного развития. Вот у вас такое должно быть СРМ. Это, кстати, вот то, что производственная компания чаще всего производством занимается вот 95%, 5% продажа. Важно, что у вас такое непрерывное изменение было по СРМ-системной компании. Ой, извиняюсь. Прямо никто не оглохнет. Со мной вы не заснете, это точно. Я вас так буду порой взбадривать. Итого, про мотивацию. Морковка – это хорошая вещь, но внедрение СРМ-системы не работает. Первое. Нужно не прими за участие в рабочей группе. Но как в рабочую группу сотрудников набирать? Как вы думаете? Ну, то есть здесь у вас там 15 мейджетов по продажам. Бедешь в тех ключах? Хорошо, у меня-то. Спросите. Еще. Даже не знаю, какой ответ мне больше нравится. Самых активных или самых пассивных? Самых активных мне жалко, потому что каждый час, что они не продают, стоит вполне нормальных денег. А самых пассивных? Самых пассивных пинать слишком. Ну, то есть, есть люди, которым, правда, интересно, а есть, которым… Ну, и как бы самый пассивный, может быть, у вас, например, молодые будут или те, которые новые. Ленивые. С ленивыми будет тяжело. Вот я против самых ленивых. Самые ленивые. Самые ленивые – это те, кого будут тянуть все остальные. Вот, именно. Самых-то пассивных, слушай, да. Это мой любимый вариант. Вот, если бы нам, в компании клиентов, можно было прийти, сказать, так, вот этих-то, и сразу, и мы наберем на их место одного, а может быть, ну, двух, и их вот так будет достаточно. Мы проекты делали не по шесть месяцев, а по три. Но компания не наша, ни на какую долю, да, и так нельзя делать. Ну, вот. Ну, с нами никто работать так не будет, да, то есть, легко все полонят. Вот это интересный вариант. Короче, и по вашим ответам. То есть, первое, да, возьмите тех, кто заинтересован. Должен сказать, ребят, нужна ваша помощь. Прям вот добровольно, ну, действительно, не будет. Но нужна ваша помощь, нужно хотя бы два-три человека. Кто бы хотел. А вам, то есть, на самом деле, пригородчатый, не защипа, как говорится, инвизатор, а потом можно встретить. Нет. Вы скажете, что будет только вкусно. Только, ну, вот. Может быть, надо не сказать, не обязательно. Может быть, у нас будет дополнительная материальная мотивация за участие в проекте. Но еще не факт, мы с руководствами согласовутся. Вот так и мы. Чтобы они понимали, что, может быть, бесплатно придется попахать. Ну. А может мне выключить на секундочку микрофон, чтобы я полкашла? Так. Хорошо. Итого, спросите два-три человека. Вот так вам будет достаточно. Руководец взял портаж обязательно. Даже если он продает, 24 на 7. Это стратегические задачи, которые денег принесут больше на длинное плечо. Следующее. Премия за раз предложение. Мы делаем такую табличку, тоже это такое больше искать на забережливое производство, когда, в котором прописываем какие-то идеи, потому что можно сделать лучше все равно. Они, кстати, очень хорошо работают, когда вы сдаете проект, и мне работать нужно. То, что не нравится, что нужно поменять. Вот, для того, чтобы это обсуждать с этим работать. И те, которые, то есть, не знаю, кто-то предложит автоматизацию какого-то бизнес-процесса, да. Вы можете за это поощрять. Ну, то есть, какие-то примеры, там, 3, 2, 5, 7 тысяч рублей, в зависимости от того, какую эффективность это даст. Греф, товарищ Греф в Сбербанке проводил такую вещь. Ну, вот он как раз после того, как пришел к руководству, сказал то, что любой сотрудник за вот такое рациональное предложение получит 10% от Сбербанка. Да, я сказал... Не, не, 10% от Сбербанка нет, а что? 10% от прибыли, там, ну, там, или каких-то сэкономленных ресурсов за месяц, да, то, что эти изменения могут дать. И у них поступались, там, какие-то, там, имейлы, предложения, вот. И конкретный случай был, когда инкассаторы посчитали, один из инкассаторов подумал, что они там каждый день приезжают в офис заводить какие-то, там, бланки, которые по закону необязательно, каждый день. Предложил делать, там, раз в неделю, раз в месяц, вот, и получил сразу на 300 тысяч зарплату за сэкономленные ГСМ и так далее. Нет, просто это единственное, о котором я знаю. Вот. Ну, с тех пор, как я не работаю в Сбербанке, я вообще... Нет, никто не понял, что это было. Так, у нас времени немного, давайте я вам просерю. Так, премия за раз в предложении. Сколько денег, сами решите, важно, что это работает. Премия за цисциплину внедрения. После того, как уже внедрили, то должна быть положительная и отрицательная мотивация за то, что СРМ заполняет, и дисциплина хорошая, и за то, что ее заполняет плохо. В конкретных измеримых деньгах. Следующее. Можно еще выключить мне выкарефон? Так, дальше. Гамификация. Гамификация, можно выберить баллы за, например, ММДМ баллы за реактивацию клиентской базы. То есть, ну, не знаю. Есть клиентская база, с которой вы не общались больше, чем полгода. Часть базы. Мы говорим, ребята, по ним во всем должно стоять задача. Одна задача, один балл. Ну, по-анному клиенту заполненная. То есть, нужно позвонить, узнать, как дела. Договориться на какую-то там следующую коммуникацию и поставить задачу. Вот. И потом делаем группы там 10 баллов, 30 баллов, 50, 100. И там за 10 это может быть какой-то там, не знаю, небольшая там премия. За 30 это какой-нибудь там ужин в ресторане. За 50 это какая-нибудь подарочная карточка в Ревгош. И за 100 там какой-нибудь, какие-нибудь 4 дня отпуска полностью. Ну, не знаю. Придумайте, что хотите. То есть, важно то, что можно привязывать баллы к нему. Какие-то там, игровые какие-то динамики. Это интересно становится. Так, у нас 3 минуты надо ускоряться. Контроль. Про контроль. Первое. Контроль очень важно. Прям вот если можно было вам один слайд за презентацию оставить, я бы его оставил. То есть, если у вас как у руководителя, у руководителя отдела продаж, у генерального директора и так далее, чем больше точек контроля у вас в первые 2-3 месяца после внедрения, то, что CRM смотрит, заполняет, мы в ней работаем, сами в ней работаете, смотрите отчеты, тем лучше. И это важно, потому что все знают, что это просто так я не могу не заполнить это за месяц. И это серьезно. 2-3 месяца очень жестко. Прописать эти точки контроля, а еще лучше завести циклическими задачами в B2-24, благо это несложно. И получить обратную связь. Про обратную связь это в том плане, что работает, что не работает. То есть, нужно общаться с сотрудниками на эту тему, чтобы понять, что прижилось, что не прижилось. Так, ускоряемся. Постпроектное сопровождение. То есть, как у нас это выглядит. Мы после внедрения делаем еженедельные встречи в течение двух месяцев, в рамках которых разбираем, что это работает, что не работает, что идет с хрустом, какие элементы и дополнения нужно ввести. То есть, если у вас нет компании, которая вас ведет, устроите эти постпродажное сопровождение себе сами. Да, то есть важно, чтобы у вас были еженедельные встречи по тому, что сделали в СРМ, какую-то там реактивацию настроили, какие процессы работают, какие не работают и так далее. Важно, чтобы вы тестировали, тестирование нового задачи проводили. То есть, что можно добавить. И обсудили проблему приживания греки. Вот, потому что они будут, первые два месяца, пожалуйста. Все, задержались немножко. Вопросы? Нет, нет, спасибо, все хорошо. Можно мне еще встать микрофончик? Да. Финальный аккорд. Спасибо большое за вопросы. На самом деле вопросов много. Вот надо было сразу, вообще в начале конференции про книжки сказать, было бы больше вопросов нет. Да, да, я тебя жалею, что я это принес, потому что можно было. Я еще, можно ли? У меня есть один слайд, я коротенький. Давайте, с тем, что еще дополнительную ценность какую-то. Я готов там с 10, я думаю, вряд ли больше, там, партнерами, вот, компаниями, которые пришли. Более подробно консультацию, как оказать на тему, если партнеры как выстроить у себя систему, которая будет доводить проекты, которые вы реализуете до результата. Вот, а у компании, которые занимаются внедрением, как сделать так, чтобы у вас это заработало, внедрили CRM-ожелательность первого. Вот, это мой мобильный, только мне надо звонить, вкиньте мне смс-ку, вот, с, там, как вас зовут компания, и, там, партнер, вы или внедрите себе CRM. Вот, мы вас, как мы, запишем. Ну, для тех, кому актуальны, более глубокое. Вот, все вы увидели? Я просто перелегу, перелесну. Да, оставьте так. Хороший слайд. Телефон важная штука. Итак, на самом деле, вопросов много, я бы стараюсь немножко систематизировать и сократить. Вот, например, есть два вопроса, и, мне кажется, они характеризуют вообще проблематику. Что делать, если CRM-систему внедрять надо, но верхи не хотят? О, уходи в другую компанию. То есть, те люди, которые приходили к нам и говорили, слушайте, у нас есть руководство, мы хотим внедрить CRM-систему, я бы к себе забирал. Честно, они очень дорого стоят, правда, но все равно, да, то есть, меняйте компакт. То есть, если у вас руководство не двигается, и вы не можете объяснить это руководство, вас точно ждут более крутые компании, где более продвинутое руководство, вам будут там больше платить. Шикарный совет. А если, наоборот, низы не хотят? Например, руководитель отдела продаж. Вот директор считает, что надо, а руководитель отдела продаж считает, что нет. И так хорошо. Я вот все это рассказывал уже. Мы в консалтинговой проекте порой занимаемся наймом персонала, и в том числе руководителей. Сейчас, если мы берем руководителя и говорим, расскажи нам про CRM-систему, опять, смыслов зачем, да, и с чем ты работал, нам говорят, ничем не работал, смысла не расскажу, мы говорим, до свидания. Ну, то есть, вот сразу. Да, то есть, если у вас руководитель не понимает, зачем он для CRM, то это руководитель образа прошлого века уже. Он готов к тому, что вы теряете 20-30% объема продаж, и это нормально, и не хочет с этим ничего делать. То есть, нужен ли вам такой руководитель? Какие-то кардинальные меры, да? Я тут поддерживаю, если руководитель поделал, я прям даже не знаю, как добавить. Еще вопрос. Сколько по вашему опыту времени нужно на прохождение этапов отрицания, неприятия и полноценного включения CRM-системы в работу и в процессы компании? Ну, у меня нет статистики по рынку, у нас есть статистика по нашей работе, у нас нет проектов, которые короче двух месяцев. То есть, вот самые базовые вещи, что можно настроить за две недели, как я знаю, некоторые партнеры это делают так, мы делаем минимум два месяца. Я бы рассказал за счет чего, но это не продажное счетство. Ну, это на самом деле не просто внедрение, это некая трансформация, в том числе, компаний, сотрудников, некоторых образов того, как они мыслят и вообще подходят к работе. Именно так, да, потому что настроить просто и ставить, это вот 20% задачи, как вы уже понимаете. Дополняю этот вопрос, приходится ли проводить какие-то тренинги или мероприятия по тайм-менеджменту, в том числе для сотрудников, просто чтобы, ну, поскольку количество задач, вот, рутинных, в том числе, возрастает с появлением CRM-системы, где-то сокращается, они как-то меняются, приходится ли их приучивать, приходится такие тренинги организовывать. Да, причем, то есть у нас есть некоторое видение, как должен работать взял-продаж эффективный, вот, у меня есть еще одна книжка, повышение эффективности взял-продаж за 50 дней, я как знал, что можно, она просто с другой, еще с прошлой конференции осталась здесь. Вот, там смысл в том, что вы должны делить рабочий день на блоки, да, то есть на крупные блоки, и в рамках них делать некоторые, там, показаться эффективности. То есть, само собой, первое, с чем мы работаем, это с эффективностью руководителей, потому что времени откуда не появится на работу, вот, с CRM-системой надкорейской коммуникации. Вот, мы выделяем у них время, потом мы выделяем, там, время у рабочей группы, то есть это обязательно, конечно. Ну, в 5x, благо, много инструментов, которые позволяют грамоту настроить работу, тайм-энджмент, в том числе и сотрудников. И последний вопрос, более практичный, это как раз относится к саботажу, как выявлять и бороться с холостыми записями в CRM, вот, то есть, когда, ну, я называю, это ИБД, имитация бурной деятельности, когда, то, чтобы накрутить себе рейтинг или еще что-то, в CRM заносит не то, что нужно. Это одна из точек контроля руководителя отдела продажа, то есть она должна быть прописана функциональной руководителем отдела продажа, должны быть непосредственно, там, циклические задачи раз, два, три в неделю, когда руководитель смотрит. И важно, чтобы, как бы, сказать сотрудникам, потому что, ребята, мы понимаем, что можно позвонить клиенту и сказать ничего нового и написать ничего нового, позвонить через 6 месяцев. Да, то есть так можно, но, как бы, в этом смысле нет, важно, чтобы вам это было удобно. Вот набить баллы, которые я говорил, да, так можно, но важно, чтобы они поняли, что вот, ну, вот, если бы можно было поделиться вот этим ощущением спокойствия, когда у тебя по всем клиентам стоят задачи, то вообще бы всегда по саботажу не было. То есть если бы можно было это вот так вот как-то вот почувствовать, чтобы менеджер, у которого, если вы, если вы менеджер, у вас больше тысячи клиентов, да, то в голове держать, а на бумаге это тяжело, все равно что-то забывается. Вот почувствовать это ощущение, когда у вас система все помнит, задача проставленная, вы спите спокойно, и вы знаете, что все всем отправлено, всем все отзвонено, там, коммерчески посчитаны, все рады, да. То есть вот это спокойствие, оно дорого и стоит, но его вот так вот пока не настроить, его попробовать, понюхать нельзя, к сожалению, вот. Поэтому точка контроля руководителя и, ну, второе тоже, это как бы два-три месяца минимум жесткий контроль, чтобы вы тоже смотрели, что с задачей они вновь, удобно это, да, чтобы это сотрудникам было удобно, да, непосредственно. Последнее, кратко. Какой самый частый аргумент сотрудники приводят против использования CRM, и как с этим бороться? Легче. Ну, они говорят, ну, у нас, я потратил на это 4,5 часа. Я говорю, хорошо, мы сделаем хронометраж, да, еще раз. То есть мы, у нас есть специально обученный студент, который приходит с секундомером и записывает, сколько времени он тратится на это разу. Оказалось, там, 37 минут. Что-то мне угадал. Ну, вот, есть разница, да. Но некоторые отказываются от этой идеи сразу после того, как мы говорим, что мы сделаем хронометраж, нам тяжело как раз будет понятно, как же оптимизировать вашу рабочую деятельность, чтобы вам оно было более, там, эффективно, чтобы вы занимались правильными задачами, может, на каких-то вам помощников наймем, чтобы не вы ей занимались, да, то есть, ну, вот, и после этого становится понятно, чем вы эффективно занимаетесь, чем не эффективно. Хорошо, спасибо. Да, те, чьи вопросы я озвучил, подойдите, пожалуйста, к Алексею. Да. Я вот здесь, слева вам. Он сейчас выдаст вам по книжке. Да и вообще, Алексей, я уже пою здесь какое-то время, а во время обеда можно ему помочь с вопросами. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей.